Трагедия на подводной лодке. Эти стоки того, что происходит, реально происходят сегодня на Амурском судостроительном заводе в аресте заместителя министра финансов Старчака. Ибо вместе со Старчаком арестованы еще два человека, Волков и Кругляков. Игорь Кругляков, главный акционер Амурского судостроительного завода. Я предполагаю, Амишелев, мой коллега, в профиле об этом написал просто прямым текстом. Арест Старчака плюс Волков и Кругляков это попытка райдерского захвата Амурского судостроительного завода и других судостроительных предприятий оборудованных, где Кругляков, главный акционер, Калининград и другие адресы. Зашли иначе через долги Кувейт-Алжир, потому что у них еще и банк есть, который занимался этими долгами. Чем закончилось? После ареста Круглякова, а это уже к подводной лодке. Долги Министерства обороны Амурского судостроительного завода, где лодка на стапелях стояла, 1 миллиард 200 миллионов с завода ушли специалисты. Разрушили ее. Еще не окончательно, но он уже на последней грани. Финансирование полностью с Министерства обороны сорвано, в том числе и по год заказу. А то, что назначено, это можно 10 лет строить и ничего не построить. Миллиард 200 миллионов долг заводу, я правильно называю цифр? В сегодняшних ценах за выполненные работы предыдущих лет. На самом деле, за последние два года, в результате предпринятых шагов против завода, цель которой, чтобы на Дальнем Востоке не было судостроения, не было конкурентной среды, не было дифференциации цен, а были только монополисты в Северодвинске и в Санкт-Петербурге, то есть приняты серьезные рейдерские атаки на завод в Курсомольске на Амуре, единственная судостроительная база на Дальнем Востоке. То есть цель, чтобы корабли ремонтировались и строились только в одном месте? В Санкт-Петербурге. Но где Владивосток и где Санкт-Петербург? Лодка сломалась подводная. Ее что, из Владивостока подо льдами океана тащить в Санкт-Петербург, что ли? А самое главное, что даже есть целая теория, что в случае войны можно перевести северным морским путем боевые корабли с севера на ТОВ, забыв о том, что когда-то была уже сусима, и вообще бывает ледовый период, который проводки кораблей невозможен. Цель одна, чтобы был монополист в лице Северной Верфи. Кто их контролирует, эти заводы? Группа Пугачева. Пугачев, Сената Совет Федерации. Да. Парализовали акционеров, потому что под гарантией акционеров привлекались все кредиты. Завод работал, естественно, акционеры продвигали интересы завода в правительстве, отставили интересы Дальнего Востока. Не прислушаться было нельзя, так лучше, чтобы их не было. Три года назад, под умышленным предлогом, на заводе возбуждается уголовное дело, люди парализованы, ведутся аресты, ведутся выемки документов. И самое главное, что под этой гиду сегодня Министерство обороны не платило, прощавшие три года, все необходимые средства по заказу. Сколько людей потерял завод за этот год? Более тысячи человек. А вообще ротация за эти три года на завод принята полторы тысячи человек, а ушло две с половиной. А шли под заказы. Как в такой ситуации можно было подводную лодку выпускать на учение в море? Она находилась уже в большом камне, и не выпускать ее было нельзя, потому что, несмотря ни на что, все делали все необходимое, чтобы заказ был сдан. Но сдаточная команда поменялась трижды полностью. Все люди? Практически все люди, за исключением нескольких пожилых людей, которые работают долгие годы на заводе, им некуда идти. В этой рощи березовой вдалеке от страданий и бед, Где колеблется розовый, не мигающий утренний совет, Где прозрачной олиною лются листья с высоких ветвей, Спой мне и волкопесню пустынную. Некоторые люди думают, что рейдерство – это атака на какого-то отдельно взятого собственника завода. По сути, рейдерство, и вот этот пример очень наглядный, например, с подводной лодкой, это атака на безопасность государства. Есть два способа уничтожить оборонный завод – допустить там воровство, а второе – взорвать заряд. Примерный эффект один и тот же, но только если взорвать, начнется разбирательство. Если просто будут сидеть воры, они уничтожат завод просто так. Окруженная взрывами, над рекой исчернеет кавычки. Им даже не надо говорить, уничтожается завод. Надо просто пустить воровство, а не, завод уничтожит. После неэластомеров, когда все поняли, сколько это серьезно, рассказ директора завода, как захватывали неэластомеров, как в секретных лабораториях, где была взрывчатка, полмазка могла взлететь на воздух. Он потряс многих. Отсюда и такой серьезный приговор. Я думаю, что Рустам Реджанов не прав. Никто это из тюрьмы вытаскивать не будет слишком большой и серьезный скандал. Ну хорошо, да. Но вопрос заключается в том, что люди, которые за это борются, их абсолютно не интересует судьба, судостроение. Вот эти элитные кланы, они когда борются друг с другом, их национальный интерес не интересует вообще. Это не элитные кланы. Это, как я предполагаю, один человек, которому очень важно, чтобы он был монополистом на этом рынке. У нас сейчас уже нет ситуации, когда человек существует сам по себе. Если этот человек во что-нибудь не вписан и в какой-нибудь расклад не интегрирован, то он быстро исчезает. Время одиночек кончилось. Сергей Иванович, мой друг Кургинян в какую систему вписан сегодня? Я в какую систему вписан? Ну я же не говорю, и вы, или какой-нибудь, я не знаю, журналист, которого вы спрашиваете. Они могут быть не вписаны ни в какие системы. Игрокам-то по рукам ударят. Ведь Игорю Круглякову никто об этом не писал, кроме московского консомольца. Было приказано умереть в тюрьме. Человеку сегодня требуется операция на сердце, однако следователи и суд по представлению следователя решили, что операция ему не нужна. Пусть в камере сидит. Но он каким-то способом оказался арестован? Кто решение принимал? Это хороший вопрос, на самом деле. Ну и все. Ну значит, не существует. И найдут ли сегодня военные прокуроры подлинных виновников этой трагедии? Да дело не в этом деле. И не коллеги ли это их же прокурорские работники, которые участвуют? Кто-то принимал это решение, а потом кто-то переиграл решение. Хорошо, мы рассказывали Светлана Горячева в нашей программе не так давно, о захвате в Владивостоке. Здание института. Да. Просто здание в центре города. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Андрей, во-первых, есть ли здание в центре города? Его кто-то начинает захватывать. То в обычной ситуации мэр набирает номер телефона и так далее. Приезжает ОМОН. И все эти рейдерские захваты лежат мордой в снег. А зная все это, эти рейдеры даже делать этого не будут. После программы я, конечно, встречалась с Геннадием Кеннадьевичем Лазаревым. Он мне сказал, знаете, такую интересную вещь. Светлана Петровна говорит, я теперь понял на всю оставшуюся жизнь, что государственную собственность защищать не надо. А после передачи теперь уже знает весь Владивосток об этом. Мы бросились во все инстанции после того, когда была попытка рейдерского захвата этого здания. Вы бы видели, это конфетка на самом деле. Здание. Здание. И вдруг, а ректор вот этого университета является депутатом Краевой Думы, вдруг предупреждают. Если там какие-то будут махинации с вашим зданием, то имейте в виду, не пытайтесь противиться, потому что будет вам плохо. Что-то плохо? Убьют что? Что такое плохо? Не будем торопиться. Убьют. Его предупреждает господин Степанченко, как вот я поизучала. Тоже депутат Краевой Думы, который сегодня находится в международном розыске. Оказывается, вот это здание по улице Уткинской, оказывается, что в 2002 году каким-то незаконным образом все это получила частная компания ООО «Стройбизнесгрупп», где жена вот этого Степанченко является одним из учредителей. Вступает Светлана Горячего депутата в рамке министра. Как и реакция. Факты страшные. Захватили, захватили, отняли здание, у кого детей, у студентов. Реакция такая, ну да, действительно, вроде бы там чего-то такое не так. Уроры, вы понимаете, такое впечатление, что они не знают русский язык. А что же нам теперь делать? Это говорят те следственные работники. Да, мы понимаем, что не все там чисто, не все хорошо, но а что теперь делать? Мы его возбудили, мы доведем до конца. Вот такая логика, да. Это здание фактически стоит в нерабочем виде. То есть вам запрещают там заниматься? И, как я понимаю, общий настрой на то, чтобы все-таки здание ушло из государственной собственности. Сегодня оно государственное, настроено то, чтобы... Ушло в частные руки. Вдруг появляется анонимка, которая направляется в пожарную службу. О том, что вот в этом здании по улице Уткинской 1, где колледж расположен, плохо работает пожарная сигнализация. И хотя действующие инструкции категорически запрещают пожарникам, анонимкам выходить на объекты, во внеплановом порядке там появляется пожарная служба. То есть это все делается для того, чтобы людей из здания выгнать? Да. И тут же находится уже ЧОП, который фактически... Ну, с теми, кто заинтересован в здании. Да. И все же я старший советник юстиции, так скажем, три звезды больших у меня на погонах сегодня, хотя я депутат. Ну, такого произвола я вообще в своей жизни не встречала ранее. Начинается все с того, что пробиваются административные линии. Этот рейдер начинает не с того, что он собирает банду на захват, но начинается с того, что он устраивает каналы к власти. Он подходит к кому-то, говорит, ты не против, не против, это твой противник, это твой, не твой. Вы не мешай мне. Не, не мешай мне. А государственная система парализована. ОМОН сидит, курит, говорит, а что такое? В чем дело?